Меньше половины ивановских контейнерных площадок оборудованы в соответствии с правилами и внесены в единый реестр. Время переговоров и просьб прошло. Чтобы заставить управляющие организации привести места накопления ТКО в соответствии с нормами, мэрия перешла к радикальным мерам. На протяжении этого года был ряд встреч, совещаний, уговоров с управляющими компаниями для того, чтобы они организовывали и контейнерные площадки, и организовывали их обслуживание, в том числе и на территории муниципалитета, такая возможность имеется. Мы готовы пойти на радикальные меры, начиная от получения судебных решений о понуждении организации обслуживания контейнерных площадок управляющими компаниями, вплоть до сноса контейнерных площадок с территории муниципалитета. Ситуацию, как с контейнерной площадкой на улице коллективной, можно наблюдать во многих других районах города. Сами контейнеры пусты, мусор недавно вывезли, а вокруг зловонный оазис из пакетов, бутылок, строительного мусора и даже опасных отходов. Площадка расположена на муниципальной земле, но с мэрией не согласована. Обслуживать ее должны две управляющие организации – ООО «Гарантсервис» и ООО «Экспресс-Плюс». Но, как видно, со своими обязанностями они не справляются. Мусор не раз уже приходилось вывозить за муниципальный счет. Но это в зоне ответственности именно управляшек. Во-первых, они собирают жителей деньги за обслуживание и содержание такого. Во-вторых, есть механизм, который муниципалитет может дать землю для управляющей компании, для содержания организации данных антирпасов. Страдают от бездействия управляющих компаний в первую очередь местные жители. В 100 метров дальше раньше была помойка. Но после того, как детский садик стал частным домом, помойку убрали, построили еще пятиэтажку. Помойка там так и не появилась. Все несут сюда, в том числе с коллективной издалека. Постоянная борьба с этим беспорядком, с этим беспределом, потому что мусор разлетается во все стороны, под окна к нам, запах. И просто неприятно проходить мимо. Гуляем с детьми, как бы это все видят дети, мы это все видим. Невозможно открыть окна, постоянный ветер, вот этот зловонный запах. Ситуация во дворе дома номер 91 по Шереметьевскому проспекту диаметрально противоположная. Мэрии пришлось судиться с управляющей компанией не чтобы убрать мусор, а чтобы контейнерная площадка вообще появилась. В феврале 2019 года проводилась проверка управляющей компанией ООО МУП ЖХ номер 4. По результатам проверки было установлено, что контейнерной площадки у данного дома нет, что жители вынуждены пользоваться контейнерной площадкой, организованной для других домов. Соответственно, было дано предписание. Данное предписание управляющей компанией оспарилось в суде. На сегодняшний день две судебные инстанции у органа местного самоуправления выиграл. Решение суда вступило в законную силу, однако до настоящего момента управляющая компания не обращалась в администрацию города с целью согласования места для создания контейнерной площадки. Возможно, управляющая компания не может определиться с местом из-за того, что жители не могут договориться между собой. Соседствовать с помойкой не хочется никому, и собственники квартир выступают против возвращения баков. Стояла помойка вот здесь. Вот в этом доме. Все ходили, все нормально было, убирались. Вдруг им это не понравилось некоторым людям, что из окон помойка. Ее сюда решили перенести. Но здесь мы все были против. Этот дом был против, наш дом против, потому что наш дом имеет уклон туда. Вот видите, и у нас все отсюда текло. И все же правила едины для всех. Не по-хорошему, так по решению суда управляющей компании придется определиться с местом размещения баков. На сегодняшний день есть уже 10 судебных решений в пользу мэрии. Кроме того, управляющие компании и нарушители попадают в поле зрения ГЖИ. Штраф за неисполнение обязанностей по организации и содержанию контейнерных площадок от 250 до 300 тысяч рублей. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.